Встреча в студии 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 Да, мы были, конечно, можете себе представить, достаточно тяжелым таким их уделом воспитания. Притом, что да, это было время такое тяжелое. Да, тяжелым, потому что государственная политика атеистическая, она не выдавала права на веру, тем более публичную веру, он был служителем. Она отражалась тем, что в школах нас преследовали, они это делали очень агрессивно, буквально насаждая неприязнью одноклассников, называя нас детьми шпионов, то американских, то немецких. То есть это была такая атеистическая пропаганда, которая не оставляла. Газеты публиковали о них, как о вот таких сектантах, агентах западных спецслужб. Уже тогда? Да, к нам приходили чиновники из властных структур и перепись вели, типа мы заберем вас и не дадим, чтобы ваши родители воспитали вас в этом дурмане. Мы воспитаем вас в духе нашего марксистско-ленинского учения. А вот при том, что действительно политика была такая, а в семье как к этому относились? Как ваши родители вам говорили? А вы знаете, на удивление, у них не было такого целенаправленного наставления и такого привлечения активного к вере. Хотя у нас и дома собирались, потому что дома молитвы не было. Приходили верующие, пели песни, и это было таким естественным увлечением, что мы школьные тетрадки разрывали, делали из них блокнотики, и туда вписывали песни, которые они пели, и делали себе сборнички, и копировали их. Так что, когда эти собрания проводили где-то в других местах, а мы оставались дома, то мы сами проводили собрания, там изображались. Вы проповедовали, наверное? Не помню, чтобы я проповедовал, но вот так пытались. Сергей Кирович, а вот вы в детстве были какой-то такой хулиганистый, спокойный? Хулиганистый был. Вы были хулиган? Ну, как, конечно, хулиган, так я говорю, у нас полстраны сидело, полстраны охраняло. Ну, те, кто не сидели, ну, провезло, не попались, потому что все в сущности были, особенно, как Вышинский говорил, не потому что ты праведник, а потому что просто очередь не дошла до тебя. Ну, хулиганистый в таком бытовом смысле. Ну, улица, вот у вас были друзья там какие-то. Мы играли в лапту, до сих пор смотрю на ваш бейсбол, думаю, хулиганы, нашу лапту русскую украли, переделали немножко, ну, цивилизованная игра сделалась. А у нас же это был просто мяч, как пульнешь в соседний город, а там картошка, это кормежка для всей семьи. Заберешь за мячом, пол бы получишь, потому что картошку помял, площадок никаких не было. В войну играли по врагам, там, в репейниках, там, мы ходили по лесам окрестным. В общем-то, воля была прекрасная, так что хулиганство, оно именно такое. Там вот кидали где-то снежки, окошко разбили. Ну, Вас улица воспитывала, имела на Вас влияние улица? Вот Вы, ну, впадали в какие-то такие вот... Компании? Молодежные какие-то такие влечения там, ну, как обычно, знаете, хочется попробовать. Вы знаете, наверное, нельзя сказать нет, но в то же время не было такого, чтобы вот... Эта улица увлекла и увела. Вот сложно, вот вопрос, наверное, впервые его так задали, я сам даже над ним не думал. Потому что я был свободен с моими братьями, с соседскими пацанами, которые мы вместе играли, и футбол гоняли, и на велосипедах гоняли. Но влияние какой-то мере было, может быть, как образ жизни, вот, в общем-то, улицы, да? Но оно не было таким, которое стало доминирующим и куда-то вот так увело. По крайней мере, я в 16 лет из родительского дома уехал в Омск. Я был человеком свободным и от такого растления, но и я не был обращенным или крещеным. Я уехал вот так, как пацан, еще не оперившийся. И, в общем-то, может быть, более склонность была именно к той уличной жизни, потому что в этом смысле я вижу такую вот отцовскую и материнскую свободу, которую они оставляли для нас. Но при том, что все-таки, вы знаете, мир, да, воздействие мира, друзья. Безусловно, да, при том, что про нас писали так, что мы приходим там из школы, нас, значит, загоняют чуть ли не под кровать, в доме нет ни книжки, ни газетки. У нас было радио, отец слушал самых, когда еще, это радио «Родина» с такими батареями, знаете, было. Газеты он выписывал, я в него научился выписывать газеты. Он сам читал, и мы читали, в библиотеке в городской были записаны, хотя и в школьной было библиотеке. У нас были вот в этом случае «Свобода» и в спортивных секциях школьных мы могли там, и я лично занимался баскетбольным игрой. Баскетболом? А почему именно баскетбол? Не знаю, не так, среди других, когда предложение в школе возникло, я... Не, но обычно ребята там самбо, там борьба какая-нибудь, там... Ну, в борьбе у нас батюшка иногда развлекался, брата на брата нас натравливал, давай кто кого поборет. Ну, это чисто так... Ну, да, 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 без правил, без знаний, но мы боролись с братом и... Но вы дрались вообще? Драчливые были? Бывало и дрались, а как же. Случалось так, что мы не могли из школы домой прийти, там одноклассники уже засаду устроили, баптистов, сектантов надо побить. Случалось так, что однажды мы вот там, есть у нас брат, который стал американец, Александр Спакенни, да? Ну, вот как-то вечером он говорит, у тебя вот там сколько уроков? Я... Ну, столько, у меня, говорит, столько там, подожди один урок и вместе пойдем тут. Его свои одноклассники, меня свои, а мы вместе их там, короче, помолотим. Ну, так получилось, подождал, неплохо помолотили. Но он разошелся так, что в какой-то момент, в темноте же дело-то было, вечером уже, а лампочки не горели тогда. Ну, и вот так, что даже он и меня спутал, сугром затолкал, да. Понятно. А скажите, ну, вот период детства, да, вы в 16 лет уехали, стали жить самостоятельной жизнью. Как вам удалось вот все-таки противостоять вот тем искушениям, которые на вас обрушились? Обычно человек вырывается, знаете, из такого религиозного какого-то общества, да, там, где все было построено на запретах, и дрывается до свободы, и впускается во все крайности. Как вам удалось не впуститься во все крайности? Ну, вы знаете, я бы не сказал, что удалось, потому что я жил, как жил, сын блудный, и в общежитии жил, учился в техникуме строительном. В сущности, я говорю только о том, что я не оказался за решеткой. Вот в этом смысле какая-то мера, какая-то мера, достоинство осталось. А так жил я, как все, в общем-то, и нельзя сказать, что у меня была какая-то там благочестивая, жизнь, чтобы я мог сходить. Ну, допустим, выкурили, пили. Да. То есть все это было у вас, да? Да, я был безбожником в этом смысле, да. Безбожником, то есть все это привнули. Я единственное, что, вот, как это измерить сейчас, я вспоминаю тот период, значит, мы после техникума в Киргизию уехал там, работал, и вот в армию пришло этот период забирать, да, меня там поставили на комиссию, ну, медики, у меня был подводный плавсостав, там, призывном свидетельстве, и медики провели меня там, постукали, пощупали, и уже теперь сидят там эти полковники, комиссары, да, ну, и вопрос первый, ты комсомолец? И я говорю, нет. Вопрос второй, ты баптист? Я говорю, да. И мне стало стыдно, что, ну, я опозорил баптистов, какой же я баптист, я живу как вот... А, то есть вы не были баптистом? А я был, да, меня забрали, ну, вот именно... Но они, при том, в комсомолы вы не вступили. Нет, в комсомолы я не вступил, я даже в пирамиде не вступил. А как вы смогли в техникуме участие вступить в комсомолы? Ну, не знаю, как-то Бог сохранил, хотя техникум, конечно, не институт. Не, ну, все равно была политика одна, людей так... Да, в армии задавили там всех, я тоже не пошел в этот комсомол. Но тут уже я просто говорил. В школе тоже были некоторые трудности, практически там их только пионерские. Я пионерский галстук не надевал, а только октябренскую звездочку надевал. Октябренком были. Ну, знаешь, как были, это же такая хохма. Значит, они класс готовят там 7 ноября, и в это время вступление в октябрь. Это 7-летние пацаны, представляете, да? Они сдают там 10 копеек на звездочку, 25 копеек на пироженку с чаем, который будет потом таким банкетиком. Вот, и я, когда учительница подходит, ставит мне звездочку, я говорю, я не сдавал 10 копеек, я не могу. Ну, ладно, она не стала насиловать. Потом засаживает всех за стол, и чай, представьте, и пирожные. Это вот кусочек торта, чего мы никогда не ели и не видели. Мы достаточно скудно жили. Вот, она, значит, предлагает и мне. Я говорю, я же не сдавал, да кушай, что-то там вместе с классом. Конечно, я не удержался, съел. И звездочку получили. И звездочку, она мне подходит. А пирожные. Да, понимаешь? А я же говорю, ой-ой, она говорит, ты что, съел пирожные, а звездочку не хочешь? И все, я повис, значит. Это было такое. Понятно. Ну, а так уже к пионерии, конечно, был более таким способным отказаться. Бог помиловал, в любом случае могу сказать, что... Ну, вы, получается, знаете, если ваш портрет составлять, то вы уже были неблагонадежны. Тем более, что если вы учились... Для партии. Для партии, для правительства, да. И это же техникум, это все-таки уже белый воротничок какой-то степени. Ну, может быть, синий такой скажет. Да, это условно. Сибирь все равно немножко страна, где больше было людей свободомыслящих. Хотя Омск был террористическим городом по отношению к верующим. Страсть очистить от веры в Омске была просто... А что, так много было верующих в Омске? Было и есть, да. Но атеистическая борьба велась не на жизнь, а на смерть. Уничтожение верующих в Омской области было просто поставлено как партийная задача. Спасение люди нашли вот в Средней Азии. Ташкент, Фрунзе, Алматы. Ну, там сильная, как бы, часть там видов. А, понимаете, это был такой эпизод, как бы там ни было. Но меня, Бог помил, видите, я не представлен был как какой-то христианин. Да, я был не комсомольцем, но это еще не было. Каким-то довеском от того, что были какие-то христианские... Не, ну, если вы сказали, что вы баптист, то вам... Но это уже был призыв в армию. А вот призыв в армию, вот вы пошли, да, практически неверующие вы пошли, да? Конечно. Не, ну, если вы сказали, что... Вы знаете, вот все равно я сейчас размышляю над этим. Вот даже мой ответ. Говорит, хотя, я говорю, мое чувство стыда было тогда связано не с тем, что я, значит, перед этими полковниками баптистом назвался, а с тем, что я назывался баптистом, а в сущности таковым не являюсь. То есть, понимаете, когда мне ставят вопрос ребром, а что, баптист? Я бы мог сказать нет, но я не мог сказать нет. Как бы предательство сразу, понимаешь, какое-то как... Не только родительская вера, да, не только, да, вот. Но именно моя личная симпатия и какой-то внутренний такой вот выбор, который я его не реализовал, но он присутствовал. И потом, когда я служил уже, у нас был один парень там, баптист, он не принимал присягу, его на свинарнике держали. Вот. А некоторые пытались там найти в нем тоже что-то такое. Я помню, с замполитом нашей роты, где я был, я ему рассказывал, что такое баптисты, как они живут, каких убеждений. Моей семье, мои родители баптисты. Поэтому зря вы на него там прессуете этого парнишка. Давление оказывается. Я пошел служить, мне уже 20 было, поэтому в какой-то мере сформировался. Но суть в том, что вот и там я не мог себя, как бы сказать, противопоставить. Я не вошел в ту систему безбожную. А армию где вы служили? Немножко под Москвой, там Машукино есть такая была учебная часть. Я во внутренних войсках службу проходил. В ВВ? Основная, да, основная. Это что такое? Это охрана какая-то? Да, это внутренние войска, у них разные задачи, но в той части, где я был, это было строительство заборов охранных. Поэтому я оказался в Якутии, там много лагерей и строил там заборы. Как это Якутия, Москва, что-то есть? Ну, с Фрунзи меня забирали с Киргизии. А как вы в Киргизию попали? По распределению? А в Киргизию по распределению, после техникума. У нас был как раз выпуск, когда распределение было почти всесоюзным. Я не помню, была и европейская территория, но от Урала до самого Тихого океана. Мне Киргизия была близка, потому что одно время отец туда хотел уехать, вот когда были гонения жесткие. Там, по-моему, там уже был мой брат старший в ту пору. И Киргизия в этом смысле какой-то на слуху была, как нечто такое благопристойное. Так, ну и вот армия, да, вы опять же армию прошли, вернулись куда после армии? Я остался там, я же был опять как бы беглецом, я остался там, жену мою пригласил туда, и мы там жили. Тоже, подождите, давайте... Да, я вот в этот период женился... Вы в армии женились? Нет, нет, до ухода в армию я женился. А, вы до ухода в армию женились? Да, вот в этом Бишкеке, во Фрунзе тогда его называли, когда я закончил технику, я туда переехал, и туда же я позвал мою теперешнюю жену. Но супруга, значит, у вас тоже неверующая? Да, она вообще из неверующих совершенно... У нее не было в роду, и в деревне, откуда она, и в окружении. Конечно, нет, нет. Ну, вот немножко здесь вопрос возникает. Все-таки, знаете, вот интересный вопрос всегда, вот решение жениться или обвинчаться и так далее. Вы как-то вот этот вопрос решали? По-хулигански, так. Просто женились и все, да? Да, просто женились. Возникла любовь, и я, значит, эту любовь реализовал. Так вот, чтобы... Но вы уходили в армию, у вас были дети уже? Нет, я уже служил, когда родилась наша первая дочь. Значит, затем я был в отпуске, имел возможность, закончил службу в 74-м году. Но вы именно, вот хочу уточнить, вы именно по любви вышли? Конечно. Именно по любви? Потому что я смотрю, у вас ребенок родился уже в армии. Потому что у нас не было никаких других факторов, влияющих на наши отношения. Никаких ни с ее стороны, ни с моей стороны. Я жил в отдельности от родителей. Я здесь, может быть, хулиган от привычных традиций. Я не спрашивал благословения, я не ходил в церковную никакую. Ложь бы это было наше обоюдное решение, согласие и желание жить вместе. Она каких кровей, можно сказать? Она по образованию, бэкграунту? Вы знаете, ну, конечно, сложно сказать кровей. Она из наших простых русских крестьян. Она из деревни в Тюменской области, Малиново называется, в районе Сладковка. А чем вы руководствовались, когда выбирали супругу именно ответу? Ну, вопрос, это, может быть, для стариков. А в юности какие руководства? У меня были чувства яркие. Для меня она из всех там мелькавших была привлекательная. И чувство, которое... Еще что было неосознанно даже до сих пор. Я сам себе не знаю ответ на этот вопрос. Потому что, на самом деле, когда это для меня было еще только лишь увлечение, может быть, да? Такая привлекательность ее, которая меня привлекла. Тем не менее, внутри меня было убеждение, что вот это я имею для себя на всю жизнь такую избранницу, как сказать. Ну, обычно вот в армию уходят, стараются как-то не связывать себя с супружескими такими вот связями. На второй день нашего знакомства или на неделю, я не помню. Но я подарил ей фотографию, у меня была, я и написал ей Севкову Али. Это все, что я мог сделать. И в армию поэтому ходил. Мы расставались, как люди уже друг к другу, пообещавшие верность. Поэтому вот этот выбор был таким личным, индивидуальным, взаимным. И наша семья, вот мы имеем сейчас десятерых детей, наша семья прошла через эти все пертурбации. Ну, давайте вернемся опять к тому вопросу. Когда вы пришли из армии, значит, у вас уже была семья, уже был ребенок, и вы вернулись. Уже два ребенка было. Я же говорю, я ездил в отпуск, я провел отпуск с моей женой, с дочерью, и вернулся на окончание службы. И туда позвал мою жену. Я говорю, я останусь здесь. Это был поселок Табага, строгая зона, где сидел Винс Георгий Петрович. Это была такая работа, где можно было бревна пилить. И я имел возможность там немножко познакомиться с производством. Говорю, давай сюда приезжай, мы здесь будем жить. И она приехала. Я просто, если возник вопрос такой, знаете, часто говорят, что вам было легко. Вы как бы не участвовали в этом периоде времени, когда дети, ну, как бы, самый такой период времени тяжелый. То есть, ваша суфруга, она практически сама вот в этот период. Первый ребенок, дочь, она весла. Первый ребенок очень тяжело было. Я был в армии, она родила его. Тем более, еще второй потом был, вы были в армии. Второй она родила, и я уже фактически получил дембель. И пришел уже вот в дом. Я ее уже забрал с роддома. Хотя это был не дом, а была комната в общежитии там в табаге. Ну, вот вернулись вы. У вас уже было какое-то жилье или также вот жилье в каком-то вот... Общежитие, там лесокомбинат, основное, так скажем, образующее предприятие, поселок лесокомбината, зона, которая основная рабочая сила, вот на этом лесопильном и домостроительном производстве, обработка дерева. И в общежитии дали, значит, ковротку. Поскольку моя служба к этому периоду была уже не просто там солдат, а я немножко был там командиром взвода, мы строили заборы, а поскольку... В каком звании? У вас был лычки, ефрейтор? Были лычки, да. Я закончил старшиной. Старшиной даже? Ну, старшина, это понятно, всем говорили. Ну, это такая... А так сержантом, наверное, были, да, старшим? Старший сержант был сержант, я сержанта получил, когда закончил Вашукиной школу. Вам нравилось командовать подчиненными? Ну, я не знаю, что бы нравилось. Я не был командиром, как таким командиром, знаете, который глумится или властвует, но мне нравилось то, что мы могли делать. Мы строили заборы, там были инженерно-технические средства охраны, так называемые, и взвод назывался, и ТСО, инженерно-технических средств охраны. Там была телемкосная система, там были другие системы, радары даже, которые зону просматривают и, значит, всякое нарушение фиксируют. Но наша ответственность была именно вот такой. С Вами в тюрьме хорошо сидеть, наверное, Вы знаете все системы. Посещали мы тюрьму там, конечно. Просто я хочу сказать, что в этом отношении, будучи уже командиром, мне приходилось и даже с директором предприятия вести разговоры, переговоры, потому что это же было их производство. Ну, Вы техник, практически Вы образованный человек был. У меня уже был с ним разговор, общение, я говорю, давай нам так вот, я останусь на службу, давай нам тут жилье, жена приезжает. А я завершаю службу, остаюсь и буду работать. Ну, и он тут же подписал, и жена приехала, и дали комнатку в общежитии. Я демобилизовался, пришел уже к жене и тоже пошел сразу на работу в этот комбинат, работал там мастером, начальником цеха, работал бригадиром потом. И уже мы ездили в отпуск в 76-м году, где покаялись вместе. Ваши братья, у Вас сколько братьев и сестер? Нас семь братьев и пять сестер всего, то есть 12 нас в отчим. А они все верующие, да, на сегодняшний момент? А в тот период времени так же были все верующие или как? Да, у нас, наверное, это будет условно, потому что в тот период меньший брат и еще, наверное, не один он были детьми, подростками, детьми даже. Моя старшая дочь родилась, если не через год, то где-то в этом районе после моего младшего брата. Поэтому говорить о вере этих младенцев. Вы какой были в семье? Третьей. Третьей, да? Ну, вот, значит, Вы пришли с армии. Вот период того, что Вы возвращаетесь в отчий дом, он был каким? Все-таки, вот здесь расскажите немножко. Ну, это был отчий дом, если мы приехали в отпуск уже. Два года после армии мы прожили. И, в общем-то, я испытывал и тягу, потому что я уехал после техникума, не был дома, как сын блудный. И я уезжал в какой-то мере, думаю, что убегая немножко от отчего дома в Киргизию, потом убегая в Якутию, потом оставаясь там служить. Но, тем не менее, желание и мое было, и жена никогда не видела моих родителей так, что она тихонечко меня подпиливала, давай-давай, съездим. Ну, и поехали. В 1976 году это было, конечно, это был как блудный сын, с другой стороны, это было желание туда прийти, и мы пошли в собрание. И я там покаялся через некоторое время, и жена моя тоже. Вы вместе покаялись? Она в другом собрании, но вместе, да. Ну, а вообще, вот, все-таки жена у вас была, ну, можно сказать, не из этой среды, вот, разговаривала, наверное, с вами, вот, а есть ли Бог, нету Бога. Да, бывало. Как вы ей объясняли? Как она сейчас... Ну, или она все-таки подчинилась вашему влиянию, то есть, что вот, нужно, значит, и жене? Я не думаю, что подчинилась, нет. Нет, я, знаете, я даже вот бывал в этом статусе блудного сына, и иногда так, под влиянием алкоголя, я говорил о том, что меня тяготит такая жизнь, которую назвать жизнью нельзя, и я говорил о том, что жизнь вот есть другая, жизнь людей, которые верят в Бога, в которых есть благочестие, в которых есть свобода от греха. Да, и вот это у меня оставалось, и это я иногда ей говорил. Мне это вызывало любопытство или страх, я не знаю, да, вот, но, по крайней мере, мы об этом говорили. Ну, не все же время вы были пьяны. Да, 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 нет. Я просто говорю о том, что вот именно такие элементы, и она их вспоминает, вот, но в целом мы жили нигде, нигде, религиозная жизнь никак не вторгалась в нашу жизнь, это же было, это же было атеистическое полностью. Ну, да, но вам же было выгодно, вы уже были, как бы, ну, опять же, я говорю, что начальником, да? Ну, да. Карьерный рост, опять же, в 100-х лет... Ну, меня еще не привлекали, и карьерный рост, я вернулся вот после покаяния. Вы не карьерист? Я перешел... Куда? Не карьерист? Не, я перешел бригадиры даже сразу, когда... Ну, были мастером, перешли бригадиры? Я был начальником цеха, и перешел бригадиром просто потому... Ну, начальник цеха, это уже инженерная должность. Да, да. Ну, там дефицит кадров в стране всегда был, и я, если не имел там инженерного звания, тем не менее, работу, которую я вполне понимал, технологию, ее цели, задачи, и, в общем-то, весь порядок производства. Но это не так долгий период времени, и после вот моего уверования я перешел в бригадиры и с этой должности, и с этой работой простой, пролетарской. Вы сами перешли, или вас перевели туда? Сам, сам. А почему вы так решили? Вы знаете, такое внутреннее чувство, что так или иначе инженерная работа, она требует того, что называется, как туфта у Солженицына в ГУЛАГе. Понимаете, хотя, когда я перешел в пролетарскую должность, я, ну, я должен был эту туфту тогда только получать, а тут я должен был ее давать. Не, ну, в тот период времени инженерные должности были низкооплачиваемые. Да. А бригадир, наверное, немножко повыше оплачиваем. Это тоже был фактор, который работал на то, что лучше работать пролетарием. Но один из тех моральных очень сильное давление, понимаете, вот то, что называется приписки, да, которые должен делать, и это делали ведь все. А бригадир разве не делает приписки? Бригадир, он в этом отношении уже звено такое среднее, которое фактически приписки делает мастер или начальник там участка. Ну, да, больше всего. Бригадир всего лишь на все посредник, организовывает коллектив рабочий, там технологические законы соблюдает и требует от начальника, ты мне напиши 10 рублей в день, иначе работать не буду. И понятно, что дефицит рабочей силы, все это было в таком состоянии, вы знаете, эту экономику, которая привела страну к коллапсу. Потому что те движения Горбачевские, которые он предпринял там в ускорении, они же были продиктованы тем, что производительность труда в России была средневековая в отношении с мировыми. Она всегда была такая средневековая. Ну да, поскольку она была крепостного права, она была лишена инициативы, она была лишена личной ответственности, попытки как-нибудь сдвинуть с мертвой точки вот эти аккордные системы, да, потом ход расчет, новое слово придумали с тем же самым. Но все было построено так, что расценки предполагали 4-5 рублей за оплата, а жизнь требовала десятку. При том, что вы говорите, что был дефицит кадров, все-таки начальники ваши знали, что у вас есть техническое образование, и что вы человек, как говорится, не были попытки вас там, как говорится, поднять по лестнице, попытки вас обратить опять же в истинную идеологию? Ну, такими попытками я бы не расценивал эти эпизоды практически, и из того, что представляла собой тогдашняя элита, ну, какая-то там верхушка карьерная, она же была вообще деморализована. Не, ну, что-то перед временем идеология работала очень хорошо. Да, да, но люди в этой идеологии все равно понимали свое положение, которое не давало им внутренней свободы. Это, по крайней мере, когда я общался с людьми такого порядка, и поскольку я понимал мир иначе, чем этот коммунистический взгляд, ту свободу, которую я имел, все равно она их полностью обезоружила. Им нечего было отвечать. Ценности, которыми они обладали, это была абсолютная пустота, и они это понимали. И даже их непринадлежность к партии, принадлежность к каким-то высоким идеалам, она же не отражалась в реальности жизни. Они понимали это, что вот они... Они были абсолютно... Пустота их жизни, она была для такой... Почему прикрывалась той идеологически тотальной системой, которая лишала свободы всех людей? Только для того, чтобы не обнаружилась их пустота. И поэтому, когда ты с ним поговоришь о том, что на самом-то деле то, чему ты веришь, и то, как ты живешь, на самом деле не является реальностью, а реальность представляет собой вот как... У них нечего было отвечать. Хотя я не был так в ту пору баптистом или религиозным человеком. Даже когда я уверовал, приехал в Табагу, там же не было ни одного верующих. Все, что я мог, включить этот приемник и послушать Ярла Николаевича Пести, честь ему, хвала и слава. Конечно, это было единственное, с чем я мог общаться. И плакал, когда он говорил, спасибо, что слышали нас. Понимаешь? Скажите, процесс вот вашего покаяния, все-таки, как он произошел? Что было ключевым в этом моменте? У нас было собрание такое небольшое, это была среда. Я уже понимал, что надо спасаться еще немного, вот уже Божий суд начнет действовать. Эта мысль преследовала у меня и в предыдущих собраниях, но, собственно, момент, сказали, Господи, прости, он как-то был тяжелым, невыносимым, я не мог его никак исполнить. В это собрание заходит мужик, а церковь там небольшая. И очевидно, это было как бы в середине собрания где-то, или чуть-чуть позже начала, зашел, значит, мужик, видно, что он посторонний, не церковный. И у меня такая мысль, вот там Господь, когда последний войдет, да, и двери закроются, и тогда все. Я так думаю, вот он сейчас войдет, последний дверь закроется, и тогда все. Но как бы там ни было, это эпизод. В любом случае, как раз был брат мой, Александр проповедовал Захея. Мне нужно быть у тебя в доме. Так или иначе, вот это был период, когда собрание уже завершалось, и я покаялся, сказав, Господи, прости. Внутреннее понимание, что я погиб за все, что я делал, как я жил, и я хотел быть спасенным и прощенным, и я помолился Богу. Момент, вот после того, как вы покаялись, да, вы, что вы чувствовали? Да, я чувствовал, что я уже на небе. Это что-то непередаваемое. Это было состояние души, которое вырвалось из клетки и сняло все свои ремки. Все, что тяготило, фальши вот этого двойственного положения, все разрешилось. Я не передам словами, потому что это чувство, когда готов обнять весь мир, когда любить готов любое, любое. И нет ни чувства, ни мести, ни горечи. Это чистота такая, брат мой, которых просто не передать земными словами, как Павел говорит. Вы хорошо уже знали Писание, Библию уже читали? Как ему хорошо его знать? Я его после этого стараюсь читать, после уверования. То есть до этого вы особо не знали? Нет, нет, Библии не было. И тут уже мне подарили Библию, я приехал уже к собаку с Библии. А так нет. А поиск Бога у вас с чем возник? Ну, знаете, он был таким не поиском, а как бы внутренним убеждением реальность его. Вот это была реальность Бога. Потому что и в армии, и в любых других обстоятельствах, когда вопрос касался или религиозных, или каких-то политических. А вот в чем именно, вот вы говорите, да, вы как бы поняли реальность Бога, именно в чем это выражено было? Ну, даже в том, что апостол Павел Римлян, когда он говорит, что дано знать, вот все дела сами говорят. Реальность Бога в творении, в мире, который мы видим в его системности, реальность Бога. В этом смысле, конечно, все равно вера. Потеряли друзей в тот период времени? Кто-то умирал? Да, да. Как вы переживали? Ну, не было каких-то таких трагических, что ли, таких потерь. А вы боялись смерти тогда, вот в тот период времени? Я думаю, что юности свойственно некое безрассудство, да, поэтому я не могу даже сказать, что это как-то меня занимало, смерть. Хотя мысли о том, что жить не стоит, это было. Было? Ну да, ну а что, ну попробовал все, что там предложено было, да? А скудный набор всех этих развлечений. Все попробовал. Все попробовал, да, и все только лишь приводится. Если ты начал поддавать, у тебя потери не только здоровья, ты вот и с женой нет мира, и все рушится у тебя. Если ты начал там какой-нибудь хулиганские другие вещи, то еще более страшно. И вдруг все попробовавши, понимаешь, нет никакого смысла. И когда вот такие убеждения приходят, то решение такое близко на поверхности. А зачем страдать тогда? Все-таки у вас, окружение вашего, семья, все-таки христиане. Может быть, все-таки под спутом было то, что вот они все живут хорошо, а вот их Бог благословляет. Я так не мог сказать о них, не зная, как они живут, я не мог сказать о себе, что я плохо живу. Есть крыша, есть работа, есть жена, есть хлеб насущный, есть здоровье. Вот этот примитивный мир, он был здесь, я не могу говорить, что я плохо живу. У меня была жизнь, может быть, и даже я видел тех же ребят, которые умирали от алкоголя рядом, в возрасте еще помоложе меня, как они просто вот уходили буквально уже, теряя способность не только к мышлению, но и к движению. И в этом отношении у меня не было причин говорить, что я как-то живу плохо. Только лишь единственное, я понимал, есть Бог, перед Которым не надо дать отчет. Вот это я понимал. Вот может быть, в такой примитивной форме. Понятно. Ну, давайте немножко здесь пойдем дальше. То, что вы покаялись, обратились к Богу, потом вот ваша, можно сказать, христианская жизнь началась. Что вы стали делать дальше? Ну, что я стал делать? Я стал всем рассказывать, ребята, смотри. На работе вместе? На работе, да. С друзьями, с которыми мы уезжали, когда в отпуск. Но мы, значит, как и полагается, на дорожку с пузырьком расстались. А когда я приехал, друзья с пузырьком встречать хотят. А я говорю, не, ребята, все не так, все не так, ребята. Ну, и мы говорим теперь уже о вере. Я старался включать это же радио, где могла быть проповедь на русском языке. Просто пытались говорить о Боге. Конечно, быстро поселок небольшой, и все это разнеслось. И мы уже стали выглядеть, как некое чужеродное явление, вот весь этот поселок. Но там была церковь, да? Никакой церкви там не было. Мы были единственные, кто приехали с Библии, и сразу там, значит, один капитан из этих вот охранявших зону, был он там кумом, или под кумком, но, по крайней мере, пришел, вот, у тебя Библия есть, дай мне там почитать кое-что надо. Ну, а я по простоте душевной говорю, да, почитай. Ну, вот, он не приносит день, не приносит два, у меня уже внутри такое волнение. Я, значит, говорю, это где Библия? Да я там еще не дочитал, я не дочитал. Но потом как-то мне наступило чувство такое просто уже решительное. Прихожу к нему домой, дочечка ее открывает дверь. Батя дома? Нет. Я говорю, мне надо Библию, которую я ему отдал, отдал почитать. И пошла такая какая-то решительность, я просто прошел в комнату, думая, что я ее тут на столе где-то увижу, и действительно увидел. Но за шторкой он стоял, спрятавшись. Я говорю, что ж ты, кум такой-сякой розетки, подлянку такую делаешь с дочерью своей, и учишь ее обманывать. А он просто ее возил там по этим кагибийским кабинетам, фиксировал там на сколько что. Но тогда уже были в советскую систему, ввозились иногда Библии, зарубежная печать, а внизу писали там издание всех Б. Ну и она как бы была внутренним разрешенным. Вообще-то Библия была запрещена. Но, видимо, свозили там ничего, вернуло мне ее. Так что все бывало. Ну, при том, что Библия, да, в этот период времени это была вообще литература, не то что запрещена, а ее вообще достойно. А ее нигде не было. Да, и атеисты ее критиковали, но не читали. Поэтому его любопытство почитать я воспринял естественно, и так, как он говорил. Ну, а потом, когда он начал уворачиваться, я понял, что тут дело нечистое. У меня беспокойство. Библия – это все для меня, теперь ее нет. Поэтому я пошел в его эспорт. Ну, далее вы стали христианином, да. Ну, естественно, вы один в городе, вы стали всех евангелизировать, естественно. Вокруг вас там люди... Это значит, когда в ответ так повертят в зоне, значит, среди тех, с кем я работал, разговаривал, все, что они могли мне ответить, у нас один такой есть. Вот он сидит там за веру. Вот тут они мне рассказали, что есть там в зоне Винс, который сидит за веру. Значит, я попросил их, чтобы они меня с ним познакомили. Вот это вот единственная позитивная реакция. А так, ну, даже вздохи, даже какие-то согласия, симпатии, все-таки тотальный атеизм был настолько там засажен в сознание и в сердца, что у людей настоящая реакция и поиска веры. Плюс я кто такой? Я вчера, я же их система человек, а сегодня я просто рассказываю об уверовании. Их реакция в основном что-то случилось, крэзи произошло, да. Просто те друзья, с кем мы проводили время, а время было таким примитивным, теперь они уже меня в свою компанию не принимали. Юрий Кириллович, но все-таки вы потом впоследствии стали же пастором, или что было? Так это произошло. Мы в 78-м году вернулись в Омск, или не вернулись, а переехали. Вот там только крещение мы приняли. Как это было долго после покаяния? Желание уехать было сразу, ясно, что здесь жить нельзя. Но два года прошло, два года прошло. Мы вернулись осенью 1978 года. Летом мы приехали в Омск, значит, и начали там поиски работы, жилья. И потом уже осенью приняли крещение в церкви, это было 14 октября. И затем стали в церкви привлекать меня к проповедованию. Не то, чтобы сразу из бассейна и проповедовать. Но, по крайней мере, стали приглашать на такие братские встречи, где беседовали о Боге. Стали приглашать на какие-то посещения верующих в деревнях или в домах. Так что пошла церковная жизнь. И затем там было предложение, диаконское служение, рукоположили. В 1981 году мне позволили на курсы всех бэвские поехать. Я в 1981 году до 1984 учился на курсах. Так что вот такой был простой, обыкновенный. А вот в то же время, да, вы были проповедником, да, вы работали в Омске там где-то? Да, конечно, конечно. Я поступил в ПМК, так называемая передвижная механизм колонна. На работу строительную мастером работал, прорабствовал немножко. Но то же самое по тем же мотивам. Здесь я выбор делал немножко меркантильный. С точки зрения, что все-таки в инженерной должности я могу получить жилье, под которого не было, и купить которое было невозможно. Но, значит, мне такую надежду дали в этой организации. Через какое-то время и квартиру я получил. Вот, около Омска. А затем я получил квартиру в Омске. И тоже пока до семьи нашей она была маловато. Но, тем не менее, так чиновники придерживали, что ну, а в следующем там где-нибудь доме строим, мы тебе квартиру побольше дали. Сколько у вас было детей уже в период? Ну, это было в процессе таком движения. И поэтому мы приехали с двумя или с тремя. Или третий уже родился здесь. Сразу как приехали. По крайней мере, на тот период, когда я уже увольнялся. Это был 89-й, может быть, год. Я даже не скажу, сколько у нас было. 7 или 8. Поэтому это надо поднимать бумаги. Ну, понятно, это бывает. Скажите, ну, вот вы приехали, значит, в Москву, да? Вы были до этого в Москве, там, ну, в Иквари служили? Ну, да. Мы даже в какой-то первомайский, по-моему, период, вот в Ашукинской, вот этой истории, нас вывозили в метро, сажали где-то там на ступеньках. И мы были в таких засадах. А пока шли первомайские демонстрации трудящихся, они весело ликовали там. Мы так на всякий случай сидели там в метро. Конечно, это были такие поездки. Потом приезжал из Омска несколько раз в Москве. С точки зрения географии она была знакома. Ну, относительно. Аэропорт, вокзал. Ну, вот вы приехали на курсы, значит, учиться на проповедника. Вот этот период времени именно всех Б, да? Вы понимали, что это вот такое всех Б? Нет, если говорить сегодня такой политизированный портрет, то тогда нет. Для меня была искренняя вера людей, которых я видел, с которыми я вот жил в Омске. И, безусловно, вот московская высшая там иерархия духовная, она для меня представляла такой, ну, высочайший уровень, перед которыми было благоговение, перед которыми было чувство такого уважения и трепета. Это вот, вот это было. А в СИХБ как некая вот в истории организация, где существуют и оценки такого рода негативные, и такие суждения очень вульгарные. Такого не было. Такого не было. Вот. У меня были даже попытки, я узнал, что есть совет церквей, да? Там же в Омске у нас. Я даже стал говорить там братьям, может быть, сходить к ним. У меня такая была наивная вера, что, ну, какие-то произошли разномыслия, но все равно мы же братья, нам же нужно жить в мире, мы же в одному Господа верим. Вот. Ну, братья мне так говорят, ну, лучше не ходи. Хочешь, сходи, но лучше не ходи. Вот. Потому что такие вещи просто не пройдут, потом из-за этим хвостик потянется разных суждений. Вот. Ну, я послушался совета, поэтому я так не... В эту вещь и сегодня мне остается. Единственное, что как бы вот смыть бы эту накипь всяких разных выдумок и обид, и горечи, чтобы настоящее братство восстановилось. Почему в ваш период правления, да, вот вы были же представителем союза, да, как бы вот одно из желаний такое было, чтобы, опять же, то, что вы говорите, да, заниматься одним делом, этого не произошло. Ну, и сейчас остается. Ну, мы делали попытки, вот, встречи, я обращался к Крючкову с прямым письмом, с предложением, давайте встретимся, потому что если есть у нас что-то, что противоречит Библии, мы же ведь с радостью примем, чтобы исправить. Мы же хотим Богу угождать, а не людям. Я высоко оценивал и действия Совета Церкви на тот период, когда инициативная группа подняла вот такое сопротивление давлению и отказ от этого исполнения, в том числе и этих писем, которые были адресованы по церквам. Я это расценивал высоко и как подвиг христианской веры. Но Крючков не ответил, и вскоре он уже скончался. А затем я Антонику направлял такое письмо, тоже с предложением на встречу. Вот он ответил за подписью его, еще там двоих его помощников, что постольку-поскольку мы не можем с вами встречаться. Поскольку-постольку можно покорбитнее? Поскольку мы, очевидно, в их представлении мы остаемся такой организацией, в которой христианские ценности не на должной высоте, а их христианские ценности это телевизор, это прически, это отношение к компьютеру, отношение к деторождению. Вот так у них пять таких принципов на этот период было поднято на щит. Но мы все-таки проповедуем Христа распятого, и наша ценность для них, видимо, не представляется достойной внимания. Но это как бы внешне, а по сути, вот что вы думаете? Ну, по сути, они отказались от встречи. Мы встречались с Петерсом на тот период, как раз, когда его отлучили за вину, в которой, в общем-то, не могли даже сформировать и обвинители. Мы встречались с ним, беседовали. Конечно, он целиком и полностью в той идеологии неприязнен к всех Б, и у него в сердце, видимо, глубоко укорененные обиды на Карева, на Житкова и на тех, кто в ту пору был. И моя попытка сказать, что я уверовал в 76-м году, когда это в живых даже Карева не было, я уверовал, будучи в такой далекой сибирской глуши, что вообще не знал об этих вещах. Спас ли меня Бог вот в этом своем милосердии? Или это все-таки была фальшь? Если вы говорите о том, что там, где вы говорите, нет никакой веры, а есть какой-то кагибистский проект, то вот я там пережил это именно то, что сегодня имею. И я не слышал там никогда ни обвинений в адрес, кого бы то ни было, там я не видел влияния или руки там кагибистской. Попытки, да, были они даже в том, что ко мне пришли, там Библию взяли и пытались, видимо, найти или как-то там зацепить. Но разговор не получился так или иначе, чтобы по крайней мере, даже находясь уже в отлучении у своих же братьев, практически ставшие изгоем, он все равно не захотел просто взять и начать с чистого листа. Давайте поговорим как христиане. Мы же не вчерашний день формируем. Мы сегодня отвечаем перед миром, какова Евангельская Церковь. И мы миру сегодня показываем, что Евангельская Церковь – это люди амбициозные, это люди, которые не умеют прощать, это люди, которые не умеют стратегически мыслить. Они просто-напросто как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. И мы выглядим именно так. И после этого мы хотим говорить о нашем влиянии на этот мир, о том, что Христос с нами, о том, что у нас есть истина. Мы же выглядим очень жалко. Давай посмотрим на себя вот так объективно. Но, к сожалению, личные амбиции выше, стратегических целей, личные амбиции выше интересов Церкви Божьей. И это остается де-факто до сегодняшнего времени. Давайте немножко вернемся обратно. Немножко опередили события. Значит, после курсов библейских вы возвращаетесь в Омск. Как шла ваша, вот именно, ваш рост в духовном плане, ну и также в иерархии нашего братства? Ну, видите, условно возвращаемся. Потому что это же курсы были два раза в год, недельные, двухнедельные сессии. А так я работал на производстве, я трудился в церкви как проповедник. И вот уже где-то в скорости после окончания курсов меня рукоположили в пресвитеры церкви. Значит, Омская церковь на ту пору так достаточно активно развивалась, росла до молитвы. Так, один был, но все-таки в деревнях общинки организовывались. Из людей, которые в какой-то период, вот когда начались гонения, они потеряли веру, рассеялись. Вот эти общинки, там где 3-4, где 6-10 человек, они как-то возрождались, потому что мы стали системно посещать их. А уже к приходу вот этой свободы, с кончиной Брежнева, затем, значит, эти смены быстрогенсеков, приходящих, умирающих и наступившей перестройкой. Такая активность усилилась. И в 89-м меня избрали старшим пресвитером в Омской и Тюменской областях. Тогда было это объединение двух областей. И фактически это старт вот той активной миссионерской работы и в Тюменской области, и в Омске. 90-й год, и дальше Горбачевский закон о свободе совести, который был принят, позволил. Потом пришла западная активность через фильм «Иисус». Начали поступать Евангелие. Атистическая система стала трещать. Нас даже приглашали в бывшее общество «Научное знание». Мы проводили библейские чтения. Они их организовали. За 2 рубля цена была учителям, интеллигентам. Да, это было интересно. Были достаточно большие аудитории. И нас приглашали туда представители вот этих сектантских групп. Мы свидетельствовали им. В институте звали, конечно, это было, знаете. Какие годы были? Это, ну, вот 90-е и дальше. В 93-м было уже избрание, когда меня избрали заместителем председателя. Кстати, это время, когда открылись, можно сказать, двери очень многих заведений. Да, это пришло свободно. Это время евангелизации. Да, свободно бурно. Мы ездили, это же было просто, не хватало сил. В районный центр «Дом культуры» набивалось людей столько, сколько мог вместить зал. И все еще там в проходах и на крылечках. И мы могли показывать этот фильм двухчасовой, в который часть надо было одну снять, другую поставить. Я, кстати, показывал. Я знаю. И мы пацаны-то практически. Мы это пацаны практически, понимаете. Потом разъясняли людям вопросов бесконечная череда, что это была жажда великая. С другой стороны, это была наша немощь, чтобы удовлетворить нужды всех. Были тогда и масштабные евангелизации, и евангелия народам Сибири, по рекам, Иртыш и Обь, до самого там Заполярья. Почему вот этот период времени так прошел, и, можно сказать, коэффициент полезного действия такой был небольшой? Ну, сложно оценить коэффициент полезного действия. Я не согласен с такой оценкой. Я считаю, что прошел он неожиданно совершенно, массированно. Неожиданно. Кто такие были мы, баптисты, на ту пору, когда Советский Союз затрещал по швам? Частичка на свободе, частичка сидит в лагерях и тюрьмах, в общественном сознании. Презренное меньшинство, которое имеет исторические, сектантские корни, ограниченное мышление. Просто, значит, вот так вот показывали пальцем у виска, потому что, когда человек не устраивает свою судьбу, он напывает на Бога. И вдруг эти баптисты встают. Абсолютное меньшинство, самое незначительное меньшинство. И когда все институты государственные практически оказались бессильными, не способными даже в сиюминутный момент оценить, а баптисты встают, у них фильм Иисус, у них вера, у них проповедь, у них ответы на все вопросы. Так вот она, западная рука. Их было. Западная рука в какой-то мере была, но это были все наши люди, которые ездили. Да, Украина более-менее сохранила веру. Молдавия сохранила веру, в смысле в количественном. Был достаточный потенциал, ездили по стране. Что произошло? На Якутии, например, вот как пример Якутия, там не было ни одной церкви на период развала Советского Союза. Сейчас больше 30. Так мы говорим только о тех, кто исповедует вероучительные принципы, как наши. А если расширить круг, 50-ники, харизматы, то это можно удвоить сразу количество церквей из нуля. Из нуля. В республике Якутии сегодня якуты сами проповедуют. На якутском языке поют якутские песни. Служители якуты в якутских церквах сегодня говорят, якутский народ, Сахар-Республика должна принадлежать Христу Иисусу. И они говорят, не потому что там кто-то из Москвы или откуда еще им дают задание. У них Дух Божий говорит. Такая же акция происходит во всех вот восточном регионе страны, дальневосточный регион страны сегодня статистически от Минюста сведения. Протестантских церквей больше, чем православных. По количеству церквей? Да. Причем они-то счет ведут юридически зарегистрированных. А у нас на одну зарегистрировано 6 нерегистрированных. Так вот это уже статистика Минюста. А сибирский регион в этом отношении так же. Протестанты доминируют. Они доминируют безусловно общинами. А сознание государственное мышление и плюс православие как историческое давление, конечно, выглядит как более мощно, потому что оно ориентировано на века, оно ориентировано на историю. Но тем не менее, при том запрете в сегодняшнем, а это все плоды того времени. Это все плоды того времени. Когда успели за 3-4 года свободы для благовестия принести вот такие примитивные пацаны, может быть грубовато, но... Ну да, но в основном были молодые люди. Молодые люди. Возьмите Свет Евангелия, миссия, родившаяся на ту пору в Украине, да? Ровенская, так известная. А она собирала ресурсы из этих же советских пролетариев. Они посылали туда по копеечке свои деньги. Миссионеры, вот мы говорим за Якутию, возьмите Татарстан, то же самое, там полторы церкви было на тот период. Сегодня их там десятки. Это были молодые люди. Совершенные пацаны, которые пришли туда. 20 лет только женились, у них рождается ребенок. Вот взять того же Мандзюк, набережные Челны. Его город Брежневым назвали. В нем не было ни одной церкви. 700 тысяч населения на ту пору. Ни одной вообще церкви, никакого духовного, совершенно никакого духовного основания. И он приходит туда пацаном. Сейчас он там старший пресс-фитер, у него прекрасный опыт и практика. Сегодня он сам наставник пастырей. Но тогда в тот город он пришел как мальчишка. И сегодня церковь, в которой он пастырствует 300 человек, она родила вокруг этого набережных Челных, и во всей Татарии она родила несколько церквей. Баптисты по своей структуре, да, почему они не подошли к, как говорится, как, допустим, сегодня православие является доминирующей такой государственной структурой, да, узаконенной. Почему баптисты, при том, что в Америке баптизм, это как бы вот примерно то же самое, что в православии в России, да? Я не соглашусь, что баптисты в Америке, как православные в России. Ну, опять же... История иная. Баптисты, можно было бы сказать, сформировали большей частью Америку, но и то это будет натяжка большая, потому что баптисты в своих принципах отделения церкви от государства изначально показали отличие царства Божьего от царства земного. И поэтому аполитичность баптистов как церкви, она обусловлена библейским откровением, и поэтому мы, баптисты, в целом во всем мире следуем этому принципу. Властные структуры, да, баптист может возглавлять государство, но не церковь баптистская, а это разные понятия. Так что, что мы не стали как православные, ну, тут Бог только один может ответить на этот вопрос. Что мы сохраняем верность Писанию, в этом отношении я только лишь могу гордиться. Баптисты не подались на искушение, сегодня некоторые и находятся в таком состоянии, да, потому что прислонился к власти, у тебя какие-то преференции возникают. Но мы видим, насколько власть оказывается продажной. Вчерашние идеалы, заявленные в каких-то так лозунгах, на практике оказались обманом. И если бы баптисты прислонились к этой власти, если бы они ее поддержали, если бы они сказали, мы с ней заодно, то мы предали идеалы Христа. А Христос стоял перед Пилатом, стоит сегодня перед вашим Обамом, стоит сегодня перед нашим Медведем. Он стоит отверженный. Точно так же. Миру этому, миру меркантильному, миру этому продажному, в котором царствует князь века сего, любая идея Христова, любовь, братство, чистота помыслов, она противна. В то же время, среди протестантов, так назовем, хотя это слово не очень хорошее, я считаю, что не отражает. Не пользуюсь, да. Ну, оно как бы объединяет все динаминации нашего, вот именно такого протестантского течения. Я имею в виду, что харизматы, пятидесятники, и мы тут тоже, знаете, как бы все вместе в одном понятии. В то же время, некоторые адепты, не будем называть их именем, чтобы не рекламировать, провозглашают о том, что нужно сегодня идти христианам во власть, объявляют даже такие высокопарные слова, это новый мировой порядок, который сегодня нужно устанавливать. Ваше отношение? Мое отношение опять остается таким же, как Христос. Христу предлагали эту идею, и не нужно было много затрат на это положить, но Христос отверг ее и сказал, что это царство мое не от мира сего, да. Ему предлагали, ты немножко преклонись, и вот все это царство будет во мгновение око твое. И Христос отверг это предложение. Поэтому я остаюсь в этом убеждении, потому что в Писании абсолютно нет никакого намека, что Христос пришел, чтобы установить свою власть на земле в этих общественных или государственных системах. Напротив, Христос говорил, что вам, моим детям, моим последователям, царство вечное принадлежит. И не придавайте эти идеалы вечного царства в угоду вот этим меркантильным, севиминутным интересам. Политические системы меняются. Мы же можем немножко посмотреть на историю. Ладно, мы не можем сфоргнозировать, что будет завтра. Ну, возьмите наших братьев-украинцев, которые оказались в этом искушении. Сегодня они испытывают просто стыд. И кроме этого, они испытывают общественное презрение. Вы лично знакомы с Турчиновым? Да, лично знакомы. Вот вы с ним имели беседы какие-то вот такие личные? Ну, таких, чтобы так сидеть и беседовать. Он человек, будучи государственным деятелем, только на мгновение мог посетить наши встречи, где мы проводили там на Украине. Неплохо выступал. Говорил о том, что мы так вот призваны там в общественных системах, государственных системах являть. Но он в то же самое время признавался, насколько это сложно. Но в то же время он не побоялся все-таки пойти туда, во власть. Ну, и в этом ему честь и хвала. Когда человек, исповедующий веру в Иисуса Христа, в этих структурах работает, будучи честным и верным Христу преданным, честь и хвала. Я ему поаплодирую. Я говорю о том, что баптисты, как мировоззренческая система, как Церковь Божья, которая как Церковь Божья системно внедряет в себя, своих представителей в структуры власти, как Церковь Божья начинает пытаться влиять на государственные процессы, это абсолютно не свойственно Церкви. Поэтому, когда Турчинов или какие-то люди нашей российской истории, они баптисты и во власти, нет проблем. Нет проблем. Ну, а вот все-таки, знаете, понятие армейское еще, чистый погон, чистая совесть. Все-таки, когда действительно ты идешь к власти, хочешь привыкнуть, то здесь уже попахивает нечестность. Нечестность неизбежна. Не зря же говорят, политика грязное дело. Но особенно грязное дело сегодня, на постсоветском пространстве. Там абсолютно, я немножко ерничаю, но это такая вещь, когда... Юрий Кириллович, вы были представителем Союза баптистов. Вот вы все-таки были во власти, серьезной власти. Туда понимание простого, обыденного человека, просто так не попадает. Вот там явно просматривается рука КГБ. Что-то доставят, они именно выбирают. Мне нравится, да. Ну, а что, знакомые с их стратегией? Ну, так, естественно. Планы открытые, явки, да? Да, они вставят своих людей. Так вы не являетесь их представителем сейчас в нашей беседе? Нет. Я не был там у них, поэтому сложно. Нет, я просто... Опять же, это... Я говорю от имени людей обыденных, которые у них возникают такие вот мышления, что туда вот явно засылают своих людей, они с ними ведут беседы какие-то, знаете, перед тем, как их поставить туда. А потом они говорят, ну, ладно, ты нам подходишь, мы тебя ставим. В вашей ситуации что было на самом деле? Признаки младенчества как раз проявляются в том, что во всем и над всем и за всем стоит кто-то серой рукой в тени, но он управляет. Вот это вот отсюда масонство, отсюда КГБ, всемогущая рука Москвы, даже в церковных делах, которые там в принципе не стоят выеденного яйца. Но это все лишь только признаки незрелости личности и незрелости нации. Поэтому вот, конечно, для меня было это совсем неожиданно, и даже я какое-то так жестко первое предложение отвергал, вот, считая себя недостойным, но в мое отношение к братству, к духовному, к лидерам и к вопросам решения духовных я видел и сам в этом участвовал, никаких там рук ни Москвы, ни Кремля, ни ЦРУ, ни других прочих не было. Только рука Божья. Как вообще происходил в момент того, что вас избрали председателем? Кто был еще с вами, вот когда избирали вас? Было все братство и Господь. Я был 8 лет заместителем председателя. Это положение такого близко рядом стоящего с председателем. Это при каком вы были? Петр Борисович Коновальчик. Коновальчик. Вот. Более сложным было это решиться на согласие быть заместителем председателя. Это фактически уже перемещение в Москву, это уже работать рядом с председателем в качестве такого именно его ближайшего помощника. Это было сложнее. После того, когда я проработал в этой должности. Но вы знали всю кухню, Юрий Кириллович. Вы же понимали все. Не только я знал, но меня знали. И меня знали. И поэтому, когда предложение вратьев было о том, чтобы меня предложить на пост председателя, это было... Для меня сложно отказаться на тот период, понимая, что тут уже сделан выбор, и был тогда, когда я согласился из Омска переехать в Москву и согласился вот эту должность принять. Отказаться от председательства, будучи первым заместителем, выглядело, по крайней мере, как-то нелогично. Но, знаете, в этом отношении единодушие выразили, и я не мог отказаться так же, в виде в этом руку Божьей. Не было никакой борьбы политической или околополитической. Если уже говорить о кагабистских влияниях, то для кагабистских, может быть, я самый неудобный из всех лидеров. Я, кстати, об этом подумал. Вы были неблагонадежный человек. Да, напротив, даже. Когда я был только первым заместителем, я позволял себе такие заявления делать, которые, может быть, не красили меня как духовное лицо, но я не мог сдержаться, показывая, что власть, она должна какой-то духовный голос слышать. И мы, как Божьи люди, должны власти показывать духовные идеалы и опытом жизни, в том числе и свидетельством. И если человек во власти делает неправду, а мы ему об этом не сказали, увидев, то мы ведь грешники, потому что Господь говорит, я кровь его от твоей руки взыщу. Ну, вот оценивая свою работу, вы всегда поступали. У вас есть в чем-то именно то, о чем вы можете сожалеть? Конечно. Все-таки это сложно было, да? Это только Путин ни о чем не сожалеет. У него, видишь, там... Но вы шли на компромиссы какие-то, совесть? Невозможно вообще. Компромисс, видите, вещь такая. Некоторые считают, что само понятие компромисс отрицательное, но компромисс в сущности — это жизнь. Когда нам всегда нужно искать в отношениях с людьми, особенно в огромном стечении различных факторов, когда мы принимаем решения не просто так, на пролом, как вора на новые ворота, а когда мы взвешиваем, понимаем, просвещенный Духом Божиим и Святым Евангелем, мы видим, какие компромиссы Бог устраивал. Как Он сделал обстоятельства, в которых нужно было посчитать и сделать наиболее выгодное решение. Особенно за этим решением стоят судьбы. Но вот о чем-то вы сожалеете? Можете конкретно сказать о чем-то? Я сожалею, но так вот сказать, чтобы было у меня вот этот период жизни без Христа, я могу о нем сожалеть, но опять же для меня он был большим опытом понимания настоящего раскаяния, которое было на ясном осознании моей греховности и нужды в Боге. В духовном плане, если я мог бы сказать о том, что я сожалею, ну, таких радикальных вещей, которые вызывают у меня бессонницу, таких нет. Это были ошибки или осознанные какие-то решения? Скорее, да, как ошибки. Некоторая нерешительность, знаете, в истории моей пастырской службы был период, когда бурный рост, новые люди в церковь, пришла молодежь без корней христианских и в активности в своей. И в какой-то период я проявил, я считаю, молодушие, поддался под давлению таких традиционно мыслящих по-старому людей, активных и имеющих, в общем-то, вес, но которые очень жестко осудили некоторую активность молодых людей. Они были незрелыми, да, они делали ошибки, да, вполне они были достойны такого серьезного осуждения. Но все-таки меня это вот мучает, что тут не хватило у меня терпения, чтобы их не отвергать, а сберечь. Хотя опыт показывал, что некоторые попытки сберечь не увенчались успехом, но это вот есть то, что есть. В период, когда новые люди массово приходили в церковь, привносили с собой, безусловно, весь хаос свойственной большому движению, и наша реакция была очистить от влияния извне. Вот я думаю, что тут не хватило у нас мудрости и принять их как младенцев, которых нужно доносить, воспитать, скормить и привести к высотам духовно. Юрий Кириллович, ну действительно, вот в период Вашего, ну не будет говорить правления, в период Вашего служения, да, Богу, на этой должности, да, председателя Союза Баптистов, очень много событий произошло, своеобразных, революционных, даже можно сказать, в какой-то степени. Вот на сегодняшний момент вы вот, вот то, что вы сказали, да, вы можете говорить, что это были ошибки. Вы остаетесь сейчас именно вот в таком процессе, да, понимания вот этого периода, или вы уже осознали, что вот, допустим, это были ошибки, и надо сегодня делать так, так и так? В какой-то мере в большей степени я этим обеспокоен мыслями о том, что христианство обессилено своей внутренней вот раздробленностью, и оно обессилено ориентацией на пустяки, вместо того, чтобы ориентироваться и мобилизовать себя на главном, на Христе Иисусе. Вот, и вот эти междоусобные все сопротивления, которые даже в евангельском мире присутствуют, они, я вижу, они все продиктованы политикой, меркантильными интересами, страстью амбициозных лидеров, христианство разделенное на такие мелкие княжества, которые не делают его способным в этом миру заявить правду Христову, безусловно. Поэтому это мое беспокойство усиливается. Что можно сделать? Сложнее сказать, но, по крайней мере, я вижу, мы не умеем принимать людей, у которых еще зачатки христианских ценностей и еще зачатки осознания христианства. Мы сразу высоты своего опыта, огромного, большого, почти святого, мы сразу с такой высоты обрушимся на людей-младенцев и требования им предъявляем именно такие. Это касается внутри церковной дисциплины. А если мы младенцев ставим в руководство, во власть? Такого нету. Не было такого? Я не могу вспомнить младенцев, вставленных в руководство напротив. Я вижу, как младенцам... Причем есть младенцы явно Богом одаренные, призванные к высокому служению. И именно в силу стоявшейся иерархической системы управления он не может войти, он не принимается. Этот закон Паркинсона действует. Так что люди, одаренные, очевидно, призванные Богом, оказались или на обочине, или оказались иногда даже в противопоставлении какой-то традиции. Христианство, ведь оно настолько многообразное, многолико, которое мы не можем описать одним словом. И оно ведь в динамике, в развитии. Христианство апостольского периода, которое сидело в корнице, запертое от страха от иудеев, потом христианство, взорвавшееся тысячами покаявшихся и крещенных, а потом христианство, рассеявшееся по всей Римской империи, хотя их вели, в общем-то, по дорогам в Рим на казнь, но они шли, и в катакомбах, это христианство росло, благочестивое, верное, ориентированное на Христа и на вечность, а потом оно рассеялось и было в храмах запрятавшееся, сами себя лелеевшие, сами себя кормившие. Опять же, до периода, пока взорвалось все. Мы тоже переживаем бурное время сегодня. Мы видим, как мир меняется. Какая роль сегодня Церкви Божьей? Она же остается. Где сегодня Христос на шторме вот этих всех волн? К сожалению, он не в наших руках, или, по крайней мере, мы не с ним. Потому что мы, русские, вынесли из себя вот эту внутреннюю ограниченность. Мы вынесли в себе социалистическую, вот эту потребительскую позицию. Нам только дай, дай. Мы не видим себя силой Божьей, которая поставлена на земле, а идеалы Царства Божьей исповедовать, вот это не влечет в том, что влияние мира сегодня больше воздействует на Церковь, чем это было наоборот когда-то. Церковь воздействовала на мир. Сегодня мир просит у Церкви идеалов духовных скорее, чем он воздействует. А Церковь, к сожалению, занимаясь пустяками, Христа не представляет. Понимаете? Вот мир сегодня такой, как есть. Если мы по-честному скажем, возьмем там ваши мобильные телефоны, компьютерные, вот эти телевизионные системы управления, возьмете современную медицину, средства транспортные, средства всего производства, в котором мы с вами живем, это тот мир, который Богом благословлен. И мы им пользуемся. В этом мире нам нужно сегодня видеть Христа, который прежде всего является Господом, который является сегодня Спасителем. А мы начинаем заниматься пиджаками, мы начинаем христианство представлять в каком-то стандарте на подиуме, где Слава Зайцева доминирует со своими моделями. Мы хотим с машин сесть на тележке. И говорим, что это правильно. Это примитивно. Главное, что мы христианство опять загоняем в какую-то вещественную ограниченную совершенно нишу. Христианство – это прическа, христианство – это способ спать на кровати, на такой или на такой. Нет, христианство – это в современном мире, при всех современных технических средствах, при всем мировоззрении, мышлении, научном развитии. Христианство – это Христос. Это Христос. Духа Святого вам пошлю, Он облечит мир и грехе. Какой грех? Что не верует в меня. Вот когда академик верует во Христа и остается своим академиком, когда президент верует во Христа, задачи, которые стоят перед ним, это не задачи, которые стоят перед бабушкой, сидеть на лавочке. У него стоят масштабные, планетарные задачи. И он должен их решать. Будучи христианином, он должен их решать. Будучи властью, он должен их решать. Где надо наказывать зло, мечом в том числе. Мы же этого не допускаем. Наше христианство предполагает всего лишь навсего позицию дедушки и бабушки, сидящих на лавочке, у которых нет нужды даже в туалет ходить, простите. Поэтому нам нужна внутренняя революция. Нам нужно увидеть Бога вот в этом мире, динамичном, развивающемся, и увидеть нужду в каждом человеке, нужду во Христе. А мы хотим перестроить политические системы, мы недовольны какими-то сегодняшними обстоятельствами. Это чепуха абсолютная, приходящая. Ну да, это своего рода... Христос нужен как Бог, который являет лицо Бога миру, и каждому человеку дает спасение. Если призовете имя Господне, спасетесь. Вот это наша ответственность. На сегодняшний момент братство баптистов в России, вот насколько оно сегодня такое монолитное, насколько оно сегодня действенное? Прекрасное братство. Вот год назад прошел съезд, избрали нового председателя, благословенного брата Алексея Васильевича Смирнова. И для некоторых вот то, что в его истории была часть жизни в Совете Церквей, выглядит как нонсенс, а для меня выглядит как свидетельство настоящей зрелости братства, которое сегодня является Божьей Церковью, которым нету границ, что он отделяет одних и не пускает других. Вот. И убежденность, что это еще одно благословение заключается в том, что в любую закрытую систему нужна свежая кровь. Вы легко оставили свой пост? Легко. Как радостно. Вы готовили себе преемника самого Смирнова? Вы знаете, это такая сложная вещь, готовить преемника, как бы не доверять Богу. С другой стороны, если не готовишь, то вроде как бы, то ли сам себе делаешь вечную карьеру, сложно очень. Я исповедую точку зрения, когда служитель церкви должен готовить служителей уровня и своего, и даже выше, безусловно. Вот в этом отношении я был последователем, в принципе, именно такого образования служителей. Считаю очень важным, чтобы служители уровня, допустим, старших пресвитеров, и выше, в том числе я, как председатель, мы учились. И большую часть вот этого периода, когда я совершал служение председателем, мы этому процессу посвятили. Мы организовали обучение старших пресвитеров, ну, не такое обязательное, чтобы все, так сказать, под угрозой какого-то наказания, но, тем не менее, мы организовали постоянно действующую систему, даже дали ей статус магистрской программы, и она завершается вот в этом марте сейчас, когда будет... Это все происходит в СЕРБ? Российский Союз Евангельских Христианных Артистов. А что сегодня? Какие сегодня учреждения учебные при Союзе Артистов? У нас в Санкт-Петербурге есть христианский университет, который очень эффективен и имеет историю уже 20 лет. У нас в Москве семинария наше московское, богословское, которое также имеет историю, наверное, от тех библейских курсов взятую. Мы эту историю продолжаем в семинарии и сохраняем программу заочного обучения пастырей и руководителей воскресной школы, и там есть миссионерская программа, молодежные лидеры, пастыри. Так что очень широкий спектр программ, которые сейчас дополнятся программой душепопечительства, тоже в рамках семинарии. И в целом на всех программах там где-то несколько тысяч человек задействованы в обучении. Есть у нас... И это семинария вовлекла в свою сеть, в свою орбиту местные локальные школы, которые стали филиалами ее или базовыми центрами, где, чтобы нетранспортные расходы не привлекать, а где происходит обучение в определенном регионе. Например, Дальневосточный регион в Хабаровске имеет колледж, он как филиал московской семинарии, программа там, учителя там, какая-то часть финансовой поддержки там, но единство образовательного процесса происходит через это. В Новосибирске семинарии есть у ней самостоятельная цель. Большой наплыв туда студентов? Как это происходит? Нет, это вы представляете, что очень ограниченный напротив, причем, когда в этом задействованы прежде всего духовные стандарты и велика роль церкви, которая видит в этом человеке задатки, призвания, и она направляет его на обучение. Это не только рекомендация, что мы его рекомендуем, но это церковь, которая берет на себя ответственность, чтобы этот обучившийся специалист, служитель стал бы здесь или там продолжать свое служение. Поэтому великим наплыв назвать невозможно. Учебных заведений очень много. За этот период некоторые просто исчезли, потому что выучили тот бывший контингент нуждающихся, и новый наплыв не был таким великим. Но территория России очень большая, громадная. Территория, да, население-то убывает. Население-то убывает. Весь тогдашний потенциал духовный, он оказался в Германии, в Америке, где-то еще в других местах. То, что представляет сегодня красу всей планеты, Земля, наше русское братство в рассеянии, а это же значит опустошение на земле отцов. В этом тоже план Божий. Аминь. В этом отношении все прекрасно. Просто я говорю о том, что представлять, будто там огромное количество людей, вот такое представление неверно. Во-вторых, сменилась система экономическая. И сегодня человек должен обрести себя в какой-то экономической нише. Он должен научиться зарабатывать деньги. И поэтому, даже будучи высокодуховным, он должен кормить свою семью. А вот союз сегодня баптистов, да, он оплачивает работу в пастырии на местах? Или они все-таки, как раньше было, имеют основную работу? Это дело церкви. Это дело церкви. Но оплачиваем служителей очень много. Старший пресс-фитера практически все. Может быть, есть такие два-три брата, которые какую-то еще и работу имеют. А в основном они получают содержание от объединения. Это пожертвование верующих в регионе. А есть меценаты сегодня, богатые люди, вот среди баптистов? Ну, конечно, есть. Которые... Конечно, есть, да. Жертвовали деньги такие вот на какие-то... Да, если бы их не было, наверное, было бы труднее. И сейчас нелегко, но безусловно, есть. Безусловно, есть. А вот был такой известный там деятель, Семченко Александр, он раньше ходил в союз баптистов, сейчас создал свой какой-то союз. Вот что это такое? Ну, он не создал никакой союз. Он так был тогда организованный на период распада Советского Союза. За некто Абаденов, может быть, попадалась такая фамилия. Да, я знаю. Он зарегистрировал союз евангельских христиан. Он пытался себя обозначить наследником Проханова. Вот. В этом объединении несколько церквей. Тогда были Абаденов. Там закончил такой печальный свой путь. Ему пришлось умереть. В отшельничестве. Он, по-моему, прогласил себя там каким-то целителем, по-моему. Ну, было у него там. Он исповедовал как-то очень небиблейский. И поэтому ему пришлось спрятаться от таких жертв исповедания его. Вот. Не будем об этом. Затем его наследовал Иванов Алексей Кириллович Орла, брат, который был отлучен у баптистов. Но тоже в таком характере очень ревностного. Вот. Затем все-таки мы с ним встречались. Неоднажды я его увещевал, чтобы он покаялся. И в церкви, чтобы с него сняли это отлучение. Иначе его действие выглядит как бесчинство. Вот. Он сделал это в Орле, но был немощным по болезни уже и фактически оставался председателем, но не мог совершать никаких действий. Союз евангельских христиан фактически только юридическая есть регистрация. А как какое-то сообщество они не вели никакой ясной, осмысленной жизни. Туда попали, особенно на законе 1997 года, такие церкви миссионерские, которым нужна была крыша для регистрации. Закон требовал. Если она входит в централизованную организацию, то она получает юридическое лицо. Если она не входит, ей надо 15 лет прожить в статусе группы, в которой она получает потом законное право зарегистрироваться. Поэтому там несколько десятков церквей, я где-то читал, то ли их там 50, то ли 30, но они вот в этом случае юридически имели эту крышу. И вот именно эту организацию там... Но эта организация там включает в себя не только, по-моему, они не как баптисты, да? Нет, они евангельские христиане, туда 50-ники входят, и баптисты, и фирматы. Да, 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 есть группы, которые, вот я же говорю, они автономные, у них богословская доктрина, в общем-то, очень разнится, но им нужна крыша, и они эту крышу получают. Вот этот Александр Трофимович приобрел для себя, взяв у Иванова документы за определенные дивиденды, и сегодня он обозначил себя епископом вот этого союза. Ну, он остается, в общем-то, политиком, он остается, в общем-то, и бизнесменом. Какая-то есть в нем страсть к таким масштабным проектам, где он ищет рычагов власти, и, в общем-то, мечтает именно о таких коридорах, в которых бы было ему уютно и комфортно. Религиозную всю массу он использует для того, чтобы показать свою значимость перед лицом власти, и там получить какие-то еще более возможности. Я вот слышал, он очень сильно там, как говорится, вот в этих кругах властных находится, в московских кругах, и у него серьезный бизнес, и поэтому здесь вот... Вы видите, особенно когда вы знаете цену нашего серьезного бизнеса, тогда становится еще более грустно, потому что фактически сегодня бизнес коррумпированный, в целом как бы безобидная общепринятая формулировка, но когда вы знаете частности этого бизнеса, вы можете понимать, что это значит, даже если не очень серьезный бизнес в Москве, и ты его имеешь. Это значит, что ты часть этой коррумпированной системы, это значит, что ты отстегиваешь откаты за все практически проекты, которые ты получаешь. Это просто законы сегодняшние такие? Законы, в общем-то, ни при чем. Они не законены. Они не узаконены. Но когда вам предлагается участвовать в каком-то бюджетном проекте, строительство ли дорог, строительство ли театров, строительство ли каких бы то ни было сооружений, и откат 25-30% от смертной стоимости, вы понимаете, что за этим следует. За этим следует обман, за этим следуют схемы новые по увеличению бюджета и извлечению этих средств опять же в ту же самую схему отката. И когда ты в этом участвуешь, как христианин, я не знаю, как ты спишь после этого. А как вообще-то совмещать? Быть христианином, быть бизнесменом, честно? Для меня это. Я понимаю, когда бизнесмен в этом бизнесе и приходит ко мне как священнику, исповедуясь и говоря, что мне делать? Но когда священник в этом бизнесе, когда он называет себя епископом и в этом бизнесе, тогда исчезает всякая моральная основа и для бизнеса, и для священства. Вот это я убежден. Если вообще я исповедую, что церковь отделена от государства, то тогда, когда ты епископ, тогда уже, пожалуйста, из властных структур приходи как епископ, а не как часть структуры. Но он же там как часть структуры, при этом еще хорошо закупивший все там важные рычаги. Просто я самиченко знаю, как говорится, еще своего юноши. Тогда что же вы спрашиваете? Я просто его помню тогда с того момента, когда мы начинали. Я-то его не знаю, но то, что узнал за это время, к сожалению, это еще одна такая грязная-грязная капля желчи в общую картину церкви христианской. Очень грязная. Это значит, что сегодня союз Иоанн-Христиан-Баптистов и вот этот союз христиан-евангельских христиан, они, можно сказать, что стоят в такой вот конфронтации? Нет, союз церкви. Они сотрудничают? Понимаете, церкви, люди в церкви, это совсем другой мир. А тот, кого вы назвали по имени, вот это персона. И эта персона, которая... Она возглавляет этот союз? Ну да, возглавляет, но вы знаете, как один брат, который тоже где-то в их кабинетах там вращается и даже, наверное, официально какую-то должность имеет, он говорит, я же понимаю, что это мыльный пузырь. Это он говорит, не я. Поэтому все эти вот вращения, они имеют именно происхождение мыльного пузыря, поскольку там управленческую функцию выполняет не духовная власть, а деньги. А вот эти советники при президенте, вот есть некие там, не буду называть, что это такое советники? Что они советуют президенту? Да нет, это же, понимаете, политический заказ. Власти нужна опора в обществе. Например, вы видите православную церковь как основная идеологическая опора, но тем не менее огромная еще есть масса людей, которые в эту не вовлечены в православную нишу. А как этой распоряжаться? А как с этой частью общества разговаривать? Тут нужны те, кто этой частью общества более или менее управляет. Это если говорить о религиозном спектре, там в общественном, в каком-то политическом есть свои структуры, а в религиозном это вот протестантский мир взять. Тут есть лидеры, которые представляют. Кто больше, кто меньше, кто наигранно, кто по факту, но тем не менее они есть. Значит, президентская структура понимает, это те лидеры, которыми мы можем каким-то образом воздействовать. Они их зовут себе, называют их там советниками или член совета консультативного. Некоторым даже дают какой-то там статус в общественной палате, например. Но функция отношений какая? Есть власть кремлевская, которой нужны эти люди, чтобы через них свою политику проводить в эти группы общественные или религиозные. Это вовсе не голос народа, который через этого представителя говорит президенту, неправильные вещи делаешь. Неправильную политику ведешь, неправильные законы. Должно было быть так. Должно быть так. Потому что гражданское общество предполагает, я представитель народа, я прихожу к президенту и говорю, неверные действия, смотри, как они отрицательно сказываются на нашем самочувствии, на нашей жизни. А тут напротив. Президент зовет меня и говорит, слушай, у нас вот это, вот это. Скажи, там вот так должно быть и вот так должно быть. Например, начинаются выборы, начинается активизация сразу этих советников. Они их приглашают и говорят, вы там проведите, чтобы народ как-то активизировать, чтобы они пошли проголосовать. Ну, а за кого проголосовать, вы знаете сами. Вот и вся прямая кухня. Поэтому, когда наши ребята там оказываются, и честь такая высокая у них возникает, мы типа были приглашены, мне очень горько... У них даже так, я буду разговаривать с президентом, что от вас передать. Я разговаривал, я видел, это такое плебейское, знаете, отношение. Ой, помилуй Господь. Помилуй Господь. Это действительно так. Помилуй Господь. Не дай Бог. В нашей системе феодальной, в системе такого именно авторитарного управления, быть вот при этом, как один говорил мужичок, служить бы рад, прислуживаться тошно. Но эти... Нашим не тошно. Неужели они не понимают это? Они так, по-моему, бравируют, но это же шестерки. Да, они бравируют, они шестерки, они страдают. Но иногда, вы знаете, вот кусочек хлеба, вот этой славы, а потом все заслоняет. То есть все-таки им, первых, там кусочки отламываются, да, от власти какие-то. Больше иллюзий. Больше иллюзий. Это все только эмоционально. А ради чего? А дело в том, что... А ради того, чтобы правило тебе говорить, что я вот с президентом... Плебейская масса. Вы знаете, я вот встречаю везде, везде, например, а вы с президентом встречались? И благоголение такой шепотом. Если встречался, то вроде я уже что-то стою. А я говорю, Господи помилуй, если от президента я что-то стою, то что тогда моя вера представляет? Я с Христом встречаюсь. Я встречаюсь со Христом. Понимаете, это не значит, что для меня презренная власть. Это значит, что нет больше на земле никакой ценности, ни властной, ни финансовой, никакой другой. Я с Христом встречаюсь. Я только проснулся и с ним начинаю разговаривать. И тут для меня вдруг это ничего не стоит, а вот с президентом встретиться. Ну и дальше что? Встретился. Стыдно стало, что президент такой разгильдяй, что сегодняшняя структура власти сплошь коррумпирована по откровению самого президента. Так я туда не пришел, чтобы сказать, ребята, так если же вы не покаетесь, вы погибнете. Вы же представляете, что вы делаете? Вы же тиранию устроили, народ губите, обманываете их, ограбили их, сельское хозяйство, разрушены деревни. Вы видите плач вдов этих, у которых нету хлеба? Вы видите этих детей-сирот, которых вы называете? Два миллиона детей у нас, находятся в состоянии бомжей. А значит, вместо того, чтобы об этом говорить, мы туда приходим, и честь уже великая, что нас позвали. Так давайте станем христианами, давайте как станем по-настоящему последователем Христа, которому говорят, пригнись чуть-чуть, и будешь жить. Он говорит, нет, я пришел ради этого. Так ведь мы должны быть такими? Мы должны быть именно вот этим... Мы должны быть христианами. Христианами? Я встречаю даже сегодня, хотя, кажется, уже люди ушли с этой земли, которые лично испытывали давление сталинизма, но сегодня состоятся уже во внуках их, и это же самый страх. Тише, тише, тише. Ты что говоришь? За это же тебя по шапке дадут. Этот страх в генетику въехал. Он в подсознание у людей. Поэтому даже люди пришли в церковь, и тем не менее существует какое-то вот плебейское отношение, такое, знаете, снизу вверх. Ну вот сегодняшний Смирнов Алексей Васильевич, председатель Союза, как вы его охарактеризуете, вот этого человека? Просто мы с ним еще мало знакомы. Я его охарактеризую как высоко духовного человека, человека, ориентированного на Библию, преданного Богу и преданного братству церкви Божьей. Это человек, который все остальное просто вывел из сферы своих интересов. Даже я ему немножко завидую, в том смысле, что если я еще на какие-то политические инсинуации, рассуждения покушаюсь, то он вообще свободен от них. Он просто предан делу служения. А вот он бы мог сказать президенту то, что вы сейчас сказали? Мог бы. Открыто. Не побоялся бы? Нет, вот что касается страха, он, кажется, страхом совершенно не болеет, а вот понимает он миссию церкви и роль свою как служителя вот в этом отношении созидания святых, как Писание говорит. И он ей верен до бесконечности. Поэтому он некоторые вещи может считать вообще нестойчивыми, недостойными вниманиями. Вот я, например, считаю, что мы должны быть в ситуации вот такого государственного строительства, как патриоты показывать на правду Божию. Потому что здесь же происходит не только политический выбор, здесь же происходит выбор, в том числе и духовный. Если этот безбожный, вот этот меркантильный, даже властный аппарат насаждает свое мировоззрение в общество и так или иначе продолжает атеистическую пропаганду, в которой они являются богами, а не Бог Христос. Игорь Кириллович, ну все же умрут. Люди же понимают, что он не вечен на земле. Все же умрут. Тут загадка, почему люди понимают, а тем не менее творят. Это же рабство греховное, да? Всякий делающий грех есть раб греха. А как действует просвещение? А просвещение действует через Слово Божие. Слово Божие. Это вовсе не политический там договорчик, да? Я тебя не трону, ты меня не тронешь. И все. Сейчас то, что вы спросили, происходит именно так. И наши лидеры духовные думают, если мы близко к президенту подойдем, нам не тронут. Нас не тронут. И трогают, и бьют, но тем не менее они все еще в иллюзиях думают. Нас не тронут. А то, что происходит духовная война, и тронут даже тем, что уже в свой введут аппаратик и поставят печать. Это наш. Этот в общественной палате, это наш. Все, уже он купленный. Он уже безгласный. Он уже наш. А вот этот в Совете, он уже наш. А вот этот в бизнесе, он уже наш. Потому что мы же говорим, открытая полемика в обществе идет. Если ты не поддерживаешь Единую Россию, если ты не поддерживаешь вот эти политические структуры, ты не можешь быть ни в бизнесе, ни в политических клиентах. А это же не демократия, это же не свобода, это зависимость. А как можно человеку верующему быть зависимым от материальных каких-то схем? Значит, Бога не боятся? Конечно. Конечно. Значит, какие они верующие? Но в этом отношении вопрос не ко мне. Или к ним уже, или к самому Господу. Нет, ну а потом суд. Я понимаю так, что да, на самом-то деле, когда мы продажные, когда мы все вот такие изворотливые, то тогда, конечно, тут нам говорить проповедь народа после этого сложно. Сложно. Тем более, когда люди знают, видят человека, да, что он, и все представляют, какие его дела, и слушают его проповедь. Вот здесь горько слышать от людей, думающих о том, что христианство, даже протестантское христианство, ну, про православное я не говорю, там это, как бы, само собой разумеющаяся связка, смычка или симфония государства и церковь, она не только в интересах церкви, но она реально у нас существует. Но в общественном сознании, очевидно, протестантский мир точно тоже государственный проект, точно тоже обслуживает интересы государственной власти. Вот это горько и больно, потому что фактически наша проповедь, оказывается, осталась неуслышанной или бессильной, потому что мы действительно, я не говорю, я в этом случае говорю мы, поскольку народ не может разделить там одного от другого и не делает этого, легче нам всех за общую картинку снять. Но сегодня то, что вы спросили, вот эта попытка войти в политические структуры, особенно у нас в России, где только одна цель, чтобы вы, бойдя туда, поддерживали власть, это значит... Не, ну, у вас это открыто говорит, что если нас поддерживают, то... Туда подходите. Подходите. Если нет, туда идите подальше. Это конкретно. Время нашей программы подошло к концу, Юрий Крилович. Ну, естественно, мы вас благодарим, что вы пришли к нам сегодня в студию, очень много интересного рассказали. Конечно, с вами можно было бы говорить и говорить на множество тем, вы просто интереснейший собеседник. Не знаю. И просто мне было бы очень приятно сегодня с вами пообщаться. Спасибо. Последний наш, как бы, это традиционный такой вопрос. Может быть, что-то мы в этой программе не затронули, какой-то вопрос, который вы сейчас бы могли бы сказать, вот прямо вот, смотря в эту камеру, смотря в глаза всем нашим телезрителям, ну, что-то такое вот, то, что нужно им сказать, сокровенное, от всего сердца, от всего, можно сказать, ваши телезрители как широко распространены. Это весь мир, это интернет, это телевидение Брат ТВ. Айбрат ТВ. Надо заглянуть в Братов ТВ. Смотрите, вот там 24 часа мы в эфире. Спасибо вам. Искренно, искренно радостно с вами беседовать. И я даже так внутренне почувствовал, что слишком много моей персоне внимания уделили, поэтому время быстро убежало, а разговор был не о том. Я не достоин таких многих вопросов. Все, чтобы обратиться ко всем, у меня на сердце всегда есть внутренняя убежденность. Знаете, в послании к Ефесянам 5 главе с самого начала подражайте Богу как чадо возлюбленное и живите в любви, как и Христос возлюбил себя и предал себя за нас жертву благолухания приятное. Вы знаете, нет более высокой цели, миссии и того, что в сердце отзывается таким сладостным ощущением величия, чего-то несказанно сладостного в том, что мы следуем за Господом. Мир проходит, проходит это время, а Христос вечный и неизменный остается с нами. Вот это счастье, подражайте Богу. Мир вот в этом случае, мир кантильный и продажный не цепляет вас, как этот говорил Сковорода. Помните, мир ловил меня, но не поймал. Нет лучшего счастья, чтобы вот в этом состоянии свободы пройти это поприще земное и в восхищении навстречу Господу войти. Поэтому люби Бога и делай, что хочешь. До встречи в Иерусалиме. У восточных ворот, там колодец будет слева, там встречаемся. Аминь. Аминь. Благодарю вас, Юрий Кириллович. Спасибо. Спасибо. Уважаемые телезрители, также благодарим вас за внимание. Вы смотрели программу «Встреча в студии». Сегодня у нас был в гостях раб Божий Юрий Кириллович Сипков. Спасибо за внимание. До встречи. Косари на лугу Размахались Острыми косами Что им Божий цветок Им бы кончить Работу свою Я на милость Твою Уповаю, Спаситель мой, Господи На милость, на милость И что это на милость Твою Я на милость Твою Уповаю, Спаситель мой, Господи На милость, на милость Лишь только на милость Твою. Только вера в Тебя, Вот моя неизменная спутница, Вера в то, что Ты всем Управляешь своей рукой. И я знаю, Господь, Что всегда за меня Ты заступишься И спасительным камнем Ты станешь предострой косой. И я знаю, Господь, Что всегда за меня Ты заступишься И спасительным камнем Ты станешь предострой косой. А иначе зачем Ты поил меня дивными росами? Для чего показал Нелюбовь свою теплоту? Для чего Ты наполнил Меня чудо-песнями, Господи? Неужели для того, Чтобы бросить под ноги скоту? Для чего Ты наполнил Меня чудо-песнями, Господи? Неужели для того, Чтобы бросить под ноги скоту? Нет, не для того, Господь нас наполняет, Чтобы мы были просто выброшены. Но Господь наполняет нас для того, Чтоб мы приносили славу. Славу нашему небесному Отцу. Косари на лугу Отмахались острыми косами Завершен сенокос, Ну а я невредимый стою И как в прежние дни Упиваясь небесными росами Прославляю Тебя За любовь и за милость Твою И как в прежние дни Упиваясь небесными росами Прославляю Тебя За любовь и за милость Твою Прославляю Хоть детство времена Давно прошли Давно прошли И дети у меня Растут свои Хочу сегодня вспомнить О моем отце Его большой любви Заботе о семье И часто люди чтят Твою отцовскую любовь И о тебе так мало Песен и стихов Но говорит вокруг Все о любви Большой Всегда ты будешь для меня Любимым папочка 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 Спасибо за любовь Твою Спасибо за то, что ты Любишь свою семью Благодаря Благодаря Жизнь мою И любя Готов для нас и все отдать Готов, что в счастье Мы могли познать В лице Иисуса Дерного Дерного Твои слова всегда Были как закон Хоть иногда и строгим Был твой дом Но помню, что когда Слушала себя Об этом позже не жалела Никогда Никогда Папочка Папочка Спасибо за любовь Твою За то, что ты Любишь свою семью Благословляя Жизнь мою И любя Готов для нас и все отдать Что в счастье Мы могли познать В лице Иисуса Дерного И на земле И на земле Пока я буду жить Я буду каждый День Тебя Благодарить На земле Пока я буду жить Я буду каждый День Тебя Благодарить Для нас всегда ты Лучшего Желал Лучшего Желал Для счастья Нашего Все силы Отдавал Работал Много Было Нелегко Ты Нас учил Молиться Богу Полагаясь На Него Христос Всегда Был Для тебя Главой И Нас Галевиков Дом Крепки Строил Свой Всегда Заботился О Вечности Моей Детей Христос Стал Центром Жизни Всей Папочка Папочка Спасибо за любовь твою Спасибо за то, что ты Любишь свою семью Благословляя Жизнь Жизнь Мою И Любя Готов для нас Ты Все Стать Чтоб счастье Мы Могли Познать В Лице Иисуса Темного Дорогие Дорогие друзья Если сегодня вы находитесь рядом с дорогим папочкой или отцом, дедушкой, повернитесь к нему, поблагодарите его за все то, что он сделал для вас. Потому как отцы несут очень большую ответственность перед Богом и перед семьей. И поэтому как сегодня, так и каждый день напоминайте ему о том, как он дорог для вас. Я не знал, почему был рожден Иисус под счастливой звездой, И не знал я о том, что он дает. Он Он Свободу От Свободу От Я Свободу Искала И В исканиях Своих Так Устала Но Когда К Иисусу Пришла Я Свободу Навеки Нашла Он Пришел Иисус Чтобы Иисус Иисус Долж Я взялся в наши дни, мы свободу навек обрели. Все долги мои так мелики, я не знал, как смогу оплатить. Но когда я доверил Ему, Иисус уплатил всю цену. Он пришел, чтобы Тот завладить, Тот, Который Отца мне имел. Потому что мы все долги, не способные Тот завладить. На кресте драгоценной крови, Иисус уплатил все долги. На себя взялся наши грехи, мы свободу навек обрели. Если трудно по жизни идти, Если время долгать ограничить, То за помощью Богу прийти, Иисус уплатил все долги. Он пришел, чтобы Тот завладить, Тот, Который Он сам не имел. Потому что мы все долги, Неспособные Тот завладить. На кресте драгоценной крови, Иисус уплатил все долги. На себя взялся наши грехи, Мы свободу навек обрели. Мы свободу навек обрели. Я в поле вышел утром ранний, Прохладая осенью дыша, И летопись воспоминаний. Передо мною вмиг прошла, Как будто слышал я впервые Часов старинных перезвон. Дела вставали, как живые, Свидетели былых времен. Вспоминаю осенью, Времена весенние, Воле моё, Нива моя, Чем она засеяна, Воле моё. Нужницы прилежно убирали, Колосья полные зерно. А рядом полоса лежала, Покрыта диким сорняком. На сердце вдруг так больно стало, От слёз не мог сдержать себя. Господь, прости, Уста шептали, Ведь это Нивушка моя. Вспоминаю осенью, Времена весенние, Воле моё, Нива моя. Чем она засеяна, Воле моё. Каждый из нас, Независимо от пары года, Каждый день что-то сеет. Что посеешь, то пожнёшь. Пожнёшь, возможно, не сразу, Пройдёт время. И пожнёшь, возможно, намного больше того, Что ты посеял. Наблюдай ты за тем, что мы сеяли. Благодарю Господь сердечно, Что на закате жизни дня Ты в милосердии бесконечном Простил, помиловал меня. Теперь спешу засеять ниву, Зерном отборным, не пустым, Чтоб день великой, вечной жатвы, Меня внезапно не настиг. Вспоминаю осенью, Времена весенние, Воле моё, Ниву мою, Лишь добро засею я. Воле моё, Ниву мою, Лишь добро засею я. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok